Говорят, что настоящий мужчина в своей жизни должен сделать три вещи – построить дом, посадить дерево и родить сына. Александр Ушков выполнил все условия по максимуму. Довел до ума свое жилище, воспитал двух сыновей и посадил. Только не дерево, а целый лес. По образованию я агроном, закончил, потому что институт в городе Мичуринск. Может быть, это еще сыграло определенную роль в том, что, допустим, заняться хвойником. Все равно определенные знания есть, получили. Мне вообще-то все нравилось. Я агрономом работал. Не то, что долгое время, но какое-то определенное время работал агрономом. Потом избрали председателем сельсовета, главой сельсовета, вернее, избрали, когда уже здесь, ну, в 90-х годах, в 2003 году избрали здесь, в принципе. Десять лет проработал главой сельсовета, здесь главой поселения. Административную работу Александр Иванович в 2008-м поменял на хвойный бизнес. Путь до большого питомника начался с сеянца туи. Саженцы этой породы в 1903 году в Петровский район из Канады завез помещик Шатилов. Роща с годами стала погибать, а нашему герою захотелось сохранить ее идентичность. В 2008 году набрали семена, туда в ту его рощу съездили. Да, они высокие деревья, там, ну, достали, трясли, как-то даже лестницы сами сделали. Ну, и все так чисто, наша такая смекалка такая. И где-то осенью, в 2008 году посеяли первые семена. Ну, а с 2009 года они появились, сходы. Мало было, немножко было их. Главное, все же, я считаю, сильно с душой занимались. И это все равно никуда не денешься. Когда с душой человек занимается, какое дело, и результат забьет как-то лучше. Воплощать идею помогала вся семья. По мере роста участков управляться с площадью в 7 гектаров становилось все труднее. Поэтому пришлось использовать труд наемных работников. Однако и сегодня ушковы не уклоняются от личного участия в развитии плантации. Сын Олег заведует технической частью и продажами через интернет. Личное участие помогает понять лучший процесс, понять его слабые стороны, либо сильные. Вот, когда пробуешь, грубо говоря, когда есть сотни или тысячи растений, пробуешь их обрезать обычными ручными ножницами, то становится понятно, что это очень эффективно, долго, и не получается так, как хорошо, нежели использовать какие-то автоматизированные решения. Поэтому собственный опыт помогает быстрее развиваться. Жизнь хвойного леса начинается с детского сада. И сейчас с этим саженцем около года. Но по меркам взрослого дерева они совсем крошечные, потому что жизненный цикл ели составляет около 300 лет. Малыши требуют трепетного отношения. Частый полив, подкормка и прополка вскоре дают неплохие результаты. Годичный прирост, вот данная елочка, вот он есть, примерно 35-40 сантиметров. Это обычный или просто она так вымахала? Нет, это уже в этом возрасте у них обычный прирост. У них каждый год такой прирост будет. Чуть больше, чуть меньше, в зависимости от условий. Если влаги побольше, может быть прирост побольше, или уход за ним больше, подкорбить азотным удобрением, еще что-то такое. А так вот здесь, в принципе, мы только занимаемся кошением травы. Подкормкой здесь, на данном участке, занимаюсь. Подрастая, хвойные деревья все меньше просят заботы. В возрасте 5-7 лет деревья уже разъезжаются по стране. Тамбовские туи, ели и можжевельники занимают свое почетное место на приусадебных участках Подмосковья, Оренбурга, Рязани и Липецка. Люди, каждый у себя там на даче или рядом с домом, где сажают красивые растения, отдыхают. То есть находят какой-то уголок, где они могут собраться с мыслями, отдохнуть, встретиться с детьми, с внуками, вдохновиться на какие-то новые действия. И, соответственно, мы вдохновляемся их радостью. И получается такой круговорот. Внедрить капельный полив и выйти за границу онлайн-продаж, открыв собственные торговые точки. Планы на развитие в ближайшем будущем уже четко очерчены. И в том, что их воплощение не за горами, сомнений нет. Ведь в этой семье долго стоять на одном месте не привыкли.